Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Здравствуйте. Сегодня у нас замечательный гость, я вам обещала, и вот оно сбылось. Народная артистка России. И теперь Адыгеи. Адыгеи тоже. Это, кстати, наша республика, и это очень важно и приятно. Да, мне на самом деле очень приятно без всякой... Конечно, без шуток, без иронии и так далее. Конечно. Ну, вы узнали. Это Лариса Дулина сегодня у нас в гостях. Я очень рада тебя видеть. Я тебя тоже очень рада видеть и рада. Буду сегодня в этой программе рассказывать о самом приятном, потому что обычно журналисты, которые только-только пришли в свою профессию, они почему-то считают нужным о творчестве вообще не спрашивать. То бишь, вроде никого это не интересует. А мы с тобой сегодня будем говорить только о творчестве. Это да. И, уважаемые слушатели, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы знаете, когда в эту студию приходят люди, с которыми мы знакомы много лет, нет смысла вас обманывать. Поэтому мы будем говорить на «ты», чтобы не сбиваться. Да, потому что знакомы мы кучу лет, и даже страшно произносить слух, цифру. Да. Я должна вам сказать. И со всей ответственностью. Нет такого артиста, звёздного, я боюсь очень этих слов, но они сами так себя называют, поэтому нет такого звёздного, известного артиста на нашей эстраде, которому бы довелось пройти такой сложности путь, как наши гости. Это путь просто переполненный колючками и препонами. И, тем не менее, я даже не хочу говорить, что сегодня ты на вершине славы, потому что мне кажется, что вершина ещё не взята. А её не бывает. И вот оно. Вот оно. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Значит, вот мой первый вопрос. Очень много песен ты спела, очень много песен вошло, вот прямо скажем, без громких слов, в души слушателей разных возрастов, разных вообще поколений, политических направлений, всего, разных людей. Но среди них есть наверняка песни Вехи. Вот они есть. Да, безусловно. Но без них невозможно. Вот что это за песни, вот на твой взгляд? Ну, это прежде всего, конечно, Витя Резников, который, не зная меня, как будто писал для меня. А когда я их услышала в первый раз, его песни, у меня было ощущение, что я их написала. Настолько близки мы были по духу в музыкальном смысле слова. Вообще-то человек абсолютно ненормальный был. Не знал нот, всю жизнь был спортсменом. Чтобы так чувствовать музыку, иметь такой музыкальный вкус и такую образованность, это не просто редчайший случай, это уникальный случай. Такие люди, как Витя Резников, рождаются раз в сто лет, и поэтому, вероятно, его бог к себе забрал так ровно. Конечно, из песен Вити Резникова нет ни одной песни, которую бы не знали, потому что все песни были популярными, были хитами, были шлягерами, они были наполнены какой-то особой теплотой, сердечностью. И главное, они шли в ногу с модой, и причём Витя никогда о себе не врал, он не писал на потребу, он писал то, что чувствовал. И это всегда попадало. И, конечно, из тех виховых, скажем так, песен, это телефонная книжка, она у меня из программы в программу переносится. Переписываются аранжировки, соответственно, до сегодняшнему времени и так далее. Состоянию, пережитому опыту, мудрости проходят годы, поёшь её по-другому. А ты знаешь историю этой песни? Может быть, даже ты не знаешь. Может быть, Витя тебе, ну, как-то ему было неловко говорить? Ну, можно я расскажу нашим слушателям и тебе? Я только знаю о том, что он предложил её не мне, а предложил Алле. И она её записала. И я слышала, и я её видела в этом огоньке. Она её записала. И почему-то мне показалось, что я вообще после Пугачёва никто никогда не берётся песню петь, потому что это не нужно, это глупо. Ну, в общем, на этом я закончу. Но мне почему-то показалось, что именно эту песню я смогу спеть, ну, не то чтобы лучше, но как-то по-другому и, может быть, дать больше прочувствовать её. Потому что песня рассчитана была всё-таки на какое-то присутствие вокала. Там надо было петь сначала в низкой тисси туре. Да, потом на октаву подняться выше для того, чтобы драматизм существовал. Вот, поэтому, когда мы её записали, он на меня посмотрел и сказал, господи, ну что ж я тебя не отдал-то сразу. Да. Я говорю, ну, Витечка, ну, так случилось уж и всё. Ну, он вообще говорил, Лариса моя певица. Но не каждый композитор после Пугачёвой, как бы она ни спела, вообще решится отдать певице другой. И вот он тогда, вот я помню, просто он мне позвонил и сказал, не получилось. А вот такая песня, как «Стена», это просто как биография. Она тоже не была для меня написана. Она была написана для Пугачёвой. А Пугачёва от неё отказалась. Ну, вообще, она очень трудна, во-первых, вокально. Очень трудна. Она трудна вокально, но она бы, если бы она взяла, она бы её спела по-своему, она бы справилась, но это была бы другая песня. Конечно, конечно. Вот. Я почему согласилась, я, кстати, тоже не сразу согласилась, потому что я не люблю петь песен про себя. Ну, это никому не интересно, что у тебя там за кулисами. Ну, да, да. Так же, как все, как все. А это, она меня просто потрясла. Она меня так потрясла, что я попробовала, решила, что я всё-таки эту песню спою, я отдам всё, что я могу, всё, что я накопила, весь драматизм, всё пережито. И опять-таки, если бы, предположим, мне эту песню предложили 20 лет назад, я бы не взялась. А здесь как раз... Достало моё время для этой песни, и это единственная песня в моей программе, которая про меня. Больше я про себя не пою. Но на сегодняшний день нет такого вокали, чего бы ты не смогла в песенном вокале, вот скажем так. В песенном вокале, пожалуй, да. Нет такого, да? Нет такого нет. Это ясно. А вот в жанрах музыкальных, вокальных... Я пока осваиваю, пытаюсь освоить оперное... Это отдельно. Мы сейчас об этом поговорим. Ну, как раз ты об этом начала, я тебе отвечаю. Да. Ну вот интересно, смотри, ты пела рок. Это был успех. Это был успех. Это абсолютно точно. Ты пела джаз давно-давно-давно. И пою. Я хочу сказать, что ты пела тогда, когда не пели. Нет. Не пели. Да, было нельзя. И люди просто, может быть, боялись. Это с одной стороны. С другой стороны, не всем удавалось это петь. Ну, в общем, да, потому что дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. У нас же сейчас все поют. Все поют. Медработники, кухарки, домработницы и так далее. Официанты, официантки. А джаз, с ним рождаются. С ощущением джаза этому научиться невозможно, к сожалению. Есть такое понятие в джазе. Слово английское, но оно невозможно... Его невозможно перевести на русский язык совершенно. Это слово называется свинг. Так вот, если ты рождаешься с чувством свинга, тебе подвластен джаз и любые его стили. Ну как, вот прям надо родиться, правда? Да, надо родиться с этим. Я, к счастью, с этим родилась. И когда ты это поняла? Когда ты это поняла? Я в достаточно маленьком возрасте, еще подростковом, я поняла это в 12 лет. Вернее, мне музыканты сказали, что ты хорошо свингуешь. Я говорю, а что это? Как тебе объяснить? Слово не переводится, но у тебя джаз получается, получится петь. И стали меня, в общем, образовывать в этом, писать вокализы, свинговые такие, которые у меня очень хорошо получались, как диктанты по сольфеджио в музыкальной школе, которые я писала, как щелкала просто их, как семечки. Слух, у тебя же слух, ты понимаешь? Но вот интересно, ты пела с нашими большими джазовыми музыкантами, да? Со всеми. Ну, практически. Практически. А каждому надо приноровиться или они, наоборот, принорабливались? Надо друг другу. Как это все? Невозможно, чтобы кто-то в этом дуэте был лидером. Должен быть паритет. Вот почему мне так удобно с Игорем Бутманом. Потому что мы два лидера, но мы не соревнуемся друг с другом. Мы просто показываем, что умеем, не переходя грань. Так, хорошо. Это вот можно понять. А вот как происходит с большими симфоническими оркестрами? Для меня сначала это было серьезное воспитание, поскольку здесь же ведь особая школа. Здесь надо научиться слушать, смотреть на дирижера. Здесь идет, для меня это было, как бы немножко по-другому считаются паузы, считаются доли. И мне надо было научиться приноровиться к этому. Это было непросто. Скажу прямо, что это было непросто. Не было школы у меня, естественно, никакой. И когда я первый раз спела симфоническим оркестром, это было, если я сейчас не ошибаюсь, это было... Ну, Батхин – это эстрадно-симфонический оркестр. Хотя здесь тоже нужно было приноравливаться. Но он был такой, что его можно было назвать симфоническим эстрадным. Да, он сразу шел за тобой, и на сцене с ним было чрезвычайно легко. А я имею в виду вот таких дирижеров, как Светланов, например, с которым мне посчастливилось посотрудничать. Это вообще был уникальный концерт. Это был уникальный концерт. А как вообще произошло, чтобы Евгений Федорович... Он сам позвонил. Он сам позвонил. Я несколько таких шоков в жизни испытала. Первый был с Светлановым, второй с Михалковым, второй. И третий с Джорджем Дюком. Фантастика. А что... Вот я только не знаю, а что с Михалковым? Когда он позвонил мне лично и попросил записать саундтрек кинофильма «Сибирский цирюльник». Я анимела в трубке. Я помню свое состояние. Вот тогда мы с ним подружились. Я записала этот саундтрек. К сожалению, он не вошел уже. Было поздно. Он был очень занят какой-то серьезной работой. Ну, какой-то фильм очередной снимал. И у него даже не было времени. Он хотел клип снять. По сибирскому цирюльнику. Вот на мою песню. Вот это было бы интересно, конечно. Это было бы просто грандиозно. Но он не успел, а потом просто ушло время. Ну, вернемся к Светланову Евгению Федоровичу. Значит, он позвонил. Это, конечно, было неожиданностью. И сказал, что я готовлю такой скандальный проект, который называется «Шлягеры уходящего века». И я бы хотела в качестве вокалиста видеть вас, Лариса, и Сашу Градского. Ну, это его любовь. Я ни одну секунду не думала. Такая удача выпадает раз в жизни. Ну, хорошо, но ты же не была знакома с этим, вернее, так только. Я не была знакома. Музыкальным материалом. Мне так хотелось. Мне так хотелось. Нет, с музыкальным материалом все было много проще, кроме Барселоны. Да. Потому как ее надо было учить, и надо было совершенно точно выучить то, как поет Кабалье. Но я предложила вариант Игоря Федоровича, сказав, что я просто вот эти вот колоратурные высокие ноты не вытяну. Поэтому можно я здесь поимпровизирую? Он говорит, да делай, что хочешь. Сказал Светлана. Это для меня была такая свобода. Ну, и, конечно, я держала себя в рамках. И я немножечко... Я там в пару местах, где вот у меня этих высоких, очень высоких нот нет, естественно, я поимпровизировала. А был страх. Это же было, в общем, для того времени. Страх был невероятный. Страх был публика еще, к тому же. Невероятный был страх. Зал консерватории. И в то же время это было такое ощущение адреналина, сумасшествия, что я делаю что-то новое. А вдруг получится. И оно получилось. У меня было состояние на грани шока. У меня тряслись колени. Это бы ничего не было видно. Я говорю, как зритель, как слушатель, который сидел в зале. Диночка, если бы это было видно, а какая же змея артистка? Это должно быть только за кулисами. Но там была еще одна опасность. Ну, при всей симпатии и любви к этому человеку. Это градский. Неожиданный. Да. Который всегда все одеяло берет на себя. Конечно, конечно, конечно. И здесь не было исключением, конечно. Ну, я очень лояльный человек, так я просто свою линию. Я его не слушала, я на него не смотрела. Я с ним не конфликтовала, когда он, значит, перед концертом своим звукорежиссером сказал, чтобы его голос был в два раза громче моего. Я не люблю входить в конфликты в подобных случаях. Кому надо, услышат. Но на сцене этого не было. На сцене была пара. Ну, и, конечно, Евгений Федорович. Ну, просто я, как человек очень гибкий, в отличие от моего партнера, я просто пошла навстречу, чтобы это превратилось просто в красивое шоу. Ну, и именно так оно и было. И вновь джаз. Вот этот последний проект. Не люблю слово последний. Скажу очередной. Заглючительный. Очередной. Очередной. Очередной блистательный проект. Расскажи об этом поподробнее. Вообще, как он родился. Ты имеешь в виду карнавал джаза? Да, конечно. Второй или первый? И тот, и другой. И тот, и другой. Родился он каким образом? Когда Игорь вернулся в Россию, он создал свой оркестр. И оказалось, что это лучший оркестр на сегодняшний день. Теперь уже это лучший оркестр не только в России, но и в Европе, и может совершенно спокойно конкурировать с американскими оркестрами джазовыми. Настолько сильный коллектив. Однажды Игорь пригласил нас на свой юбилей 40 лет. Ему исполнялась. И он говорит, приходите, ребята, посидим, по-музыцируем, мы вам покажем свою программу новую с моим биг-бендом. Говорит, если захочешь, споешь, не захочешь, не заставляю. Мы пришли, и я когда услышала, у меня просто тут все заерзло, я говорю, нет, я не могу сидеть, я должна пойти туда. И мы спели, вот просто в моей тональности, просто спели Summer Time, который теперь, это наш такой, в концерте, это наша, как сказать, это такая, не просто изюминка даже, а это, поскольку это импровизация, и это делается только сегодня и сейчас, завтра это будет совершенно по-другому исполняться, то мы там просто хулиганим. Мы там такое творим на каждом концерте. И вот это было начало. И вот тут же у нас с Ильей, конечно, возникла идея сделать с Игорем и его биг-бендом программу. Мы даже не раздумывали, мы в этот же вечер предложили ему подумать над этой интереснейшей темой, и он тут же согласился. И мы начали работать. Собрали материал, премьера у нас была замечательная. Мы два аншлага собрали в концертном зале России на джаз. На джаз. Две с половиной тысячи зрителей собрать. Как время поменялось, а скажи. Люди многие годы не были готовы по этому, потому что, когда в период перестройки, всё самое такое серое, среднее, пошлое вышло из андерграунда наверх, то джаз ушёл на самые дальние позиции, к сожалению. И мы ничего не могли сделать тогда. Нам надо было просто время для того, чтобы переждать. Чтобы наше время пришло. И оно пришло. Вот оно и пришло. Да. Карнавал джаза получился успешным, первый, но второй получился грандиозным. Как появились вообще эти великие американцы? Ну, Игорь многих так знает. И на первый карнавал джаза он позвал своего старого приятеля, гитариста замечательного, который там несколько произведений сыграл. Ученик, кстати, Бенсона, Джорджа Бенсона. Потом уже на мой юбилей, вот четыре года тому назад, мы так вот начали с Ильёй думать. Хотелось бы позвать каких-то таких неординарных очень гостей. Я вообще не люблю, вот чтобы концерт, как наши, мои коллеги делают, чтобы весь концерт пою не я, а кто-то другой. Да, да, да. Если это твой концерт, то ты должен быть в центре. Ну, это же надо петь весь концерт. И там, ну, один-два человека, две-три песни вполне достаточно. Это твой концерт. Люди пришли на тебя. Конечно. А не на твоих коллег. Конечно. Мне кажется, это совершенно неправильно и режиссёрски, и... Я не знаю, я даже... Я знаю причины, но я не буду о них сейчас говорить. Конечно, но это всё зависит от артиста, чей концерт. Естественно, у меня и в мыслях этого не было. Поэтому мы стали просто думать, ну, кого бы позвать? Интересных таких людей. Потому что у меня было три отделения. Одно симфоническое, мюзиклы, и просто американская красивая музыка с симфоническим оркестром. А второе джазовое с бутманами, третье популярная музыка моя, ну, самая известная песня на русском языке. То есть три отделения, концерт шёл 4 часа 20 минут. Правда, с антрактом небольшим. И мы решили, а чем, чёрт не шути, давай предложим Элу Джиро и Джорджу Дюку. Это люди, на которых я воспитывалась и получала своё музыкальное образование, как джазовая певица. Я пела песни и Дюка, и Эла Джиро. Я рассказала недавно, когда я виделась в очередную Расселом. Он приезжал сюда с концертом на Рублёвке, вот в этот новый зал, который построили. А я на следующий день, когда у него должен был состояться концерт, к сожалению, улетала. Я не могла быть на концерте, но я его встретила накануне. И мы с ним просто болтали, сидели в гостинице, когда он приехал. И я ему начала рассказывать историю о том, как... Он мне рассказал, а расскажи мне ещё раз историю. Я ему уже рассказывала её. Он говорит, ну, я не верю, как это возможно? А тогда, когда я работала у Крул, это был 78-й год, если ты помнишь. Тогда, значит, попалась мне в руки запись песни «Рофгарден», значит, «Цветы на крыше», ну, такой, ну, как палисадник такой, если переводить дословно. И я ему рассказала, что, ты знаешь, Эл, я её пела, у Крула, но мне пришлось петь её без слов. Он говорит, почему? Да потому что это невозможно было снять, как ты поёшь. С тебя... Он глотает фразы, во-первых, а достать её было негде. Пластинок нет, записей нет, ничего нет. И я с трудом, хотя я, в принципе, неплохо знаю английский язык, я не смогла. Он так смеялся. Расскажи мне, говорит, ещё раз при этой встрече. И я пела просто как импровизацию эту песню, а потом, когда вот уже всё это появилось, естественно, я переписала нормальный хороший текст из интернета, взяла. Сначала записала её одна, потом мы её записали с ним дуэтом в Лос-Анджелесе в год моего юбилея. Это был мой гастрольный тур, юбилейный по городам Соединённых Штатов. И мы договорились с ним за счёт о встрече, записали, сняли клип там. И вот так получилось, мы познакомились. И он уже тогда дал согласие на то, что приедет ко мне на юбилей. Он и Дюк. И вот так началось наше сотрудничество. Вот третье потрясение моё, о котором я сегодня говорила, это Джордж Дюк, который после, через месяц после этого юбилейного концерта прислал письмо, что хочет записать со мной альбом. Дина, об этом можно... Вот это даже в самых смелых мечтах не было вот тогда, в 78-м году. И всё сбылось. Я спела самим Джиро. Я спела полностью для меня написанных 9 новых композиций на этом альбоме. Hollywood Mood. Джордж Дюк, кстати, там новый дуэт с Эллом, который он специально для нас написал. Там, в качестве бэк-вокалистов, ты не поверишь, там поёт дочь Флоры Пурим. Фантастика. Там поёт в качестве бэк-вокалиста солист группы Tower of Power. Там на бас-гитаре играет лучший ученик Стэнли Кларка. То есть это вот бэк-вокал. Фантастика. Это вот награда за все нельзя, которые были на твоём пути. Да, и вот сейчас мы уже начали вести переговоры. Уже в сентябре он садится за написание нового альбома, Дюк. И в январе у нас, перед тем, как состоится мой гастрольный тур по Соединенным Штатам, с 16 января, а мы должны с ним записать какое-то количество уже песен. То есть я отдыхать в этом году не буду. То есть вот в январе у нас каждый год, в январе отдых. Но я решила им пренебречь. Для меня сейчас это очень важно. У меня такое состояние творческого, какого-то сумасшедшего порыва, посыла, я не знаю, желания. Я хочу сейчас. Я понимаю, что я хочу, и у меня это получится. Дай бог, дай бог. Ну, во всяком случае, мы в это верим. А вот интересно, какие-то свои отношения дружеские у тебя с нашими великими спортсменами. Я знаю, что вот здесь в студии был, ой, замечательный совершенно Фетисов, который об этом рассказывал. И вот теперь Костя Дзю. Что это? Не только он, Владик Третьяк. Ну, как-то Третьяк. Ну, что это вообще? Многие хоккеисты и футболисты теперь вообще... Я видел тебя в форме, мой конь теперь. Ты представляешь? Да, я стала крестной мамой их, с Юлечкой Началовой, дочечки Верочки. Ну, что это? Почему? Ты играешь в хоккей. Что это? Нет, я, конечно, уже не играю в хоккей. Я могу водить клюшкой по катку и передвигаться на коньках. Ну, это уже много. Потому что у меня нет практики, к сожалению. Если бы я каждый день могла ходить... Я в этом даже не сомневаюсь. Да, вот. А случилось, наверное, потому что так должно было случиться. Мы ведь все ходим под Богом. Понимаешь, это ведь не просто так всё. Все встречи, все знакомства, всё, что у нас бывает в жизни, не просто так. И вообще человек рождается на свет не просто так. Да. Понимаешь? Поэтому я считаю это, что просто это вот предназначение такое. Так должно было случиться. Что я встречусь с Ладой Фетисовой, познакомлюсь с ней в еврейском театре, когда ей было 17 лет. Боже. Мы вместе у Шерлинга с ней работали там. Она была гимнасткой тогда ещё. Ну, кто знал? Нет, нет, нет. Это же ведь совершенно непредсказуемо. Вообще жизнь из цепочек, из цепочек. А главное, что вот шарик вот такой земной стал уже. Да, маленький. Он просто помещается в ладошки. Да. Вот. Мы тогда с ней познакомились. Кто знал, что через много лет она выйдет замуж за Славу? И что мы подружимся со Славой. И что Илья с ним подружится. И что он вообще для него всегда был богом. И отец Ильи тоже такой заядлый болельщик. Для всех мужчин он бог. Да. Для моего отца. Я, поскольку человек очень неспортивный, вовлёк меня во всё это раньше Илья 12 лет тому назад, когда мы встретились. Поэтому я его сначала узнала как человека Славу. Потом его видела на льду. Потом вообще всё это видела на льду. Да. И я категорически поменяла, конечно, своё мнение вообще о спортсменах. И Слава уникальный человек в том смысле, что он выдающийся спортсмен, но он ещё человек совершенно фантастический. Он настоящий друг. Он такой, который может подставить плечо, с которым можно в разведку идти. Да. Он очень весёлый. Он просто... Это невероятно. Лада очень счастливая. Она с ним вообще поменялась. Она с ним совершенно другая стала. Я очень люблю эту семью. Но он её тоже обожает. Очень. Он здесь об этом рассказывал. Получается, что вот с этими людьми больше точек соприкосновения, чем с коллегами. В этом шоу-бизнесе, да? Скажу честно, я не отношу себя к нашему шоу-бизнесу. Это не потому, что я там выше кого-то или я кого-то презираю, но я чувствую себя там белой вороной. Мне как-то там очень некомфортно. Получается так. Вот я сейчас что-то подумала, такая мысль мне пришла. Сначала тебя усиленно туда не пускали. Ну, просто, ну, помню уже всё. Вот нельзя, 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 нельзя. А потом, когда все двери открыты, ты так, в общем, посмотрела и сказала, ребята, а как-то не очень-то и хочется. Не очень комфортно. Я сама по себе. Не со всеми. У меня есть среди них, конечно, очень близкие мои такие друзья, которые, как у нас говорят, одной группы крови. Это Лёнь Калагутин, конечно, который после Вити Резникова. Первый, которого я могу назвать вот таким же по части эмоций мой композитор. Просто это такое счастье, что я его нашла всё-таки. Что вот он, как посыл, это была Юрмала в прошлом году. Да. Игорь меня позвал. Опять-таки не случайно. Да. Я же туда не ездила никогда. Да, 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 да. И первый раз он меня позвал, и сразу такая удача, песня, которая появилась. А Лёня что, подошёл и предложил? Я в шутку к нему подошла и сказала. Естественно, в шутку. Я даже не думала, что получится какой-то результат. Я же знаю, что, во-первых, человек занятой, во-вторых, он пишет для Анжелики, для Машки. Конечно, да. И он сделал её просто совершенно другой тоже. И он её так раскрыл, я её очень люблю. Вот это последняя песня, которую она пела. Да вообще, я её обожаю просто. Она такая музыкальная, такая тонкая, такая тёплая, невозможная. И я ему в шутку подхожу после дня рождения Игоря в прошлом году. И говорю ему, «Лёя, насколько можно вообще ерундой заниматься? Ты вообще для чего музыкальное образование получал? А ну-ка быстро мне песню!» И ушла. С такими словами. Мы посмеялись. Не мечтая об этом. Мы посмеялись. Ровно через две недели он звонит, хлорец, песня готова. Я чуть не умерла от счастья. Я понимала, ещё не слыша песни, что это будет шедевр. Так оно и вышло. Он, когда принёс мне демо-вариант, мы с ним оба сидели. Вот я тебе клянусь, мы рыдали с ним оба, на взрыд просто. Да. Ну, это правда. Он не только музыкально попал, он попал в моё душевное состояние тогда. У тебя такая потребность перепевать какие-то старые-старые-старые песни? Очень хочется, потому что мне они очень нравятся. Они как-то вот... Они не просто стали, знаешь, вот хитами там популярными, золотыми, а какие-то они вот такие, которые на века, знаешь, вот так трогают. Ну, вот клён. Клён. Мне тебя прекраснее, которую я пою в своих концертах и в зрителях. Как Антоновскую песню ты поёшь, нет? Да, с его разрешения. Слушай, ну, вообще, если Юра разрешил это петь, нет такой женщине, которой бы он это разрешил. Вот я сейчас сделала новую программу. Эта программа называется «Бенефис на бис». Ой, как хорошее название. И ты знаешь, она получилась без всякой концепции. Определённо. Без всякой какой-то режиссуры. А это как музыкальный винегрет такой. Там есть джаз, там есть рок-н-ролл, там есть все любимые песни на русском языке, отечественные, мировые хиты. Есть то, чего зритель вообще не ждёт. Есть песни из кинофильмов «Перепетой мной». Есть песни из наших музыкальных проектов, скажем, «Две звезды». То есть всё в куче, и режиссёрски получилось очень симпатично. То есть на все вкусы. Хотите джаз? Пожалуйста. Хотите рок-н-ролл настоящий прям такой? Пожалуйста. Хотите Голливуд-муд? Нет проблем. Вот вам Голливуд-муд. Почему Дальний Восток? Дальний Восточный такой тур? Почему? А мы решили начать, потому что, во-первых, там очень много городов, во-вторых, как-то так у нас сложились хорошие там отношения со зрителями. Вот. У нас в прошлом году был тур там с Бутманом, огромный, большой, три недели. Три недели аншлагов в кризисное время. Джаз. Джаз. Нет, мы еще поживем. Мы еще поживем. И вот с этой программой у меня много городов. Мы начинаем с Петропавловска в Камчатске, в котором я не была, наверное, лет 15. Потом у нас Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Значит, потом у нас Благовещенск, Иркутск, Чита, Красноярск. Но это я только вот то, что помню, говорю сейчас. Большой такой тур. Заканчиваем мы в Красноярске. Пообещал присутствовать, значит, вот губернатор с супругой. Я их пригласила уже. И эта программа получилась какой-то такой эмоциональной, сумасшедшей эмоциональной какой-то. Там негде вздохнуть. Она идет два часа. И мы еще с Ильей обсуждали. Он говорит, давай немножко подсократим. Я говорю, понимаешь, я бы тоже вроде бы как, потому что иногда людям тяжело высиживать два часа. Но ее ломать нельзя. Антракт даже делать нельзя. На одном дыхании. Потому что она идет на одном дыхании. И люди вот вздохнули и выдохнули через два часа. Как? Уже два часа? А мы думали, минут 15 прошло. Вот это то, что надо. Поэтому мы ее как-то так собрали очень хорошо. Я рада, что у нас этот тур начинается именно с Дальнего Востока. А потом? Потом у нас украинский тур на неделю. У нас там, значит, Донецк. Ты любишь выступать там, в Украине? Ты знаешь, люблю. Несмотря ни на какие ситуации. Да, конечно. Это же зрители. Нас любят. Люди приходят. Тем более я туда езжу не так часто. И сейчас мы везем новую программу. Опять повторяю, называется «Бенефис на абис». У меня сейчас обновленный состав музыкантов. Просто гранди. Это лучшие вообще музыканты России. Обновленный состав балета. У нас есть новые номера. Очень интересные. Ну, то есть, получился так. Ну, как у меня. Ты знаешь, Дина, мы с Ильей всегда относимся к этому очень и очень. Мы хотим, чтобы шоу было не просто музыкально правильно подобранное, а еще и визуально красивое. Чтобы люди запомнили. И тут и важно все. И музыка, и постановка танцев, и как играют музыканты, и костюмы. Наличие костюмов новых. Ну, будут красивые платья. А как же? Ну, конечно же, не одно. Конечно, не одно. А вот у меня такой вопрос, который я не могу не задать. Ты входишь в Совет по культуре при президенте России, да? Это отнимает какое-то время, да? Это налагает какие-то обязательства? Обязательств никаких нет. Есть предложение подумать и внести в качестве предложения что-то, которое будет очень важно для культуры. У нас уже есть, у нас просто давно не было совета, к сожалению. Когда Дмитрий Анатольевич стал президентом, вот с тех пор у нас не было совета, еще до сих пор. Ну, были просто очень более важные такие проблемы, которые нужно решать. Вот ты выходишь на сцену, да, и знаешь, что в первом ряду сидят первые лица страны. Ты под это подбираешь репертуар? Никогда. Или это не имеет никакого значения? Никогда. Принимайте меня такой, какая я есть. Возможно, раньше и было бы по-другому. Но раньше ко мне не приходили президенты. Нет, это, во-первых, нет. А во-вторых, очень трудно было тебя переломить, если ты помнишь. Нет, да, я в таких случаях на компромиссы не иду. Если зрителю нравится, значит, и ты тоже должен полюбить. И, кстати, это правильная политика. Вот недавно в Сочи у меня на концерте был Владимир Владимирович с супругой и Светлана Медведева. Что ты пела? То, что я пою на обычных концертах своих. Вот на своем концертах. Это бенефис на бис был. Эта программа была бенефис на бис. Рок-н-ролл, джаз. Отечественные мировые хиты, песни из кинофильмов. Все то, о чем я сейчас говорила тебе. Так это они сидели и смотрели, слушали вот эту программу. Совершенно верно. Двухчасовую. Они были в полном восторге. А вот скажи, пожалуйста, эта программа мастера, и сегодня ты здесь как мастера по праву. А кого ты вот можешь назвать мастером? Елену Образцову. Ты говоришь о нашей стране? Да. Елену Образцову, Зураб Саткилава, Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, которого я совершенно обожаю. Мне с ним так легко работается всегда. Хотя уже много лет он обещает сделать со мной отдельную программу, даже записать пластинку. Но из-за того, что он постоянно мотается за границей, у него сумасшедшие контракты многолетние. Конечно. И я тоже. Мы никак не можем этот проект осуществить. Но разовые концерты у нас бывают довольно часто. Вот недавно совсем был у нас замечательный вечер, посвященный юбилею Эндрю Ллойда Вебера. Мы пели Арии из его мюзикла. Это было очень красиво, это было замечательно. Видишь, я все в классике. Да. А правда ли, вот теперь вопрос из области слухов, а правда ли, что нас ожидает дуэт Ларисы Дориной и Елены Образцовой? Конечно, правда. Уже афиши висят в Петербурге по всему городу. 26 декабря. Да, 26 декабря. Вообще, что это и почему? Что до этого было? Это же не вдруг. Это опять-таки то, что я называю счастливым случаем. Опять Юрмала. Прошлый год. Да, она была Илья Васильевна. И я Игорю Крутому безумно благодарна за то, что он меня просто позвал туда. Если бы не это приглашение, я бы не так тесно сдружилась с Образцовой. Не появилось бы это желание начать заниматься оперным вокалом. Попробовать хотя бы. Как ты занимаешься оперным вокалом? У неё беру уроки. А что такое заниматься вот оперным вокалом? Это для тебя с нуля, на честь? С нуля. С нуля. Абсолютно с нуля, потому что там вообще другой посыл звука. Работают другие... А ты это не потеряешь? Нет. Она меня, правда, спрашивала об этом. А ты не потеряешь? Я говорю, ну я постараюсь. Как интересно. Но самое главное, и то, чего я сейчас очень боюсь, и то, чего я очень волнуюсь, и то, чего я хочу добиться, это как все оперные, вот такие высококлассные вокалисты поют без микрофонов. Вот мы будем петь с ней без микрофонов. Ого. 26 декабря в Петербурге у нас сольный концерт с ней. У неё в театре. Да. В её театре. Мы будем петь вот с ней вот эти вот старинные романсы, которые до нас никто никогда не исполнял. Что значит старинные? Сколько же им лет? По 200 лет каждому. Боже мой. А откуда они? Как они вообще вышли? Она где-то их выкопала, эти ноты, но она же вообще в этом смысле такой немножко... Вот удивительно, мы с ней в этом очень похожи. Она никогда не успокоится. Вот почему она до сих пор в форме, вот почему до сих пор у неё по всему миру, её школы, и она ездит туда постоянно учить правильно петь. Она же ведь не закончила консерваторию, она же её не закончила. Потому что ей показалось, и как выяснилось, это правильно, что там не совсем правильно учат оперному вокалу. И она придумала свою школу. Ну как, не то, что придумала, как сказку придумать. Да, да, да. Она вычислила её, свою школу, она много лет над этим трудилась, выпустила, этот, как он называется, учебник свой. Понимаешь? Это абсолютно всё по-другому. То есть, что всегда меня не привлекало, и что всегда меня заставляло не ходить на оперные спектакли. Я слышу красивейший тембр, голос, подача, всё, и ни одного слова при этом. Да. Это неправильный посыл звука. Елена Васильевна придумала школу, где понятно каждое слово. А потом она актриса какая. Это просто вообще... Да. Это то, что я хотела продолжить. Кармен, я вот, когда вот показали, вот я же вела её юбилейный концерт 7 июля в Петербурге. Во-первых, спасибо ей огромное за то, что она мне позволила это сделать, и вообще прикоснуться к ней и к её творчеству. Это для меня просто вот такой божий подарок. И потом мы ещё с ней подружились. Я говорю, у нас так много с ней общего, и нет никакой разницы в возрасте. Вообще никакой. Ты понимаешь? Это удивительная женщина. Тогда, значит, на этом концерте, который я вела, там были показаны отрывки, где она поёт с Доминго Кармен. Это что-то фантастическое. Это не укладывается ни в сознании, ни в чём. Я стояла, и я... А мне надо было держаться. Я веду концерт. Грим, прическа. Я стою и просто усилием воли сдерживаю слёзы. Мне это очень тяжело удалось. А одно очередное потрясение, когда я недавно была, значит, в большом, ну, на малой сцене. Да. На пиковой даме. Старуха. Боже мой. Да, она гениальная. Она гениальная. Она выходит, и рядом с ней нет никого. Ни одного певца, ни одного вокалиста. Нет никого. Какая там сумасшедшая энергетика. Какой драматизм, какая актриса. Божественная просто. Да. Но я хочу сказать, что вы даже с ней, ну, по женскому темпераменту, По каким-то эмоциям. Да. И потому что нас ничто никогда не останавливает. Она попробовала себя в джазе. Она считает, что у неё не получилось. Я не... Я даже... Я просто не хочу ничего. Она так посчитала. Она человек профессиональный. Она так же, как я, к себе относится очень с большой критикой. Потому что она очень себя сильно критикует. И я себя всегда очень сильно критикую. И это как раз... Вот как раз это и даёт нам возможность не стоять на месте. Конечно. Конечно. Понимаешь? Она всё время ищет новые формы, всё время ищет какие-то новые произведения, новых композиторов поёт. У неё есть потрясающий совершенно цикл французских композиторов, которые она поёт. Я была на этом концерте у Шилова, его музея в доме. С Чачавой, естественно, которая её всю жизнь аккомпанирует. Просто потрясающий совершенно. Пианист тоже. Что-то невероятное. При этом, при всём у неё всегда глаза горят, искрятся. И она всё это вот как вот через проволоку, как электрический ток через себя всё. И ты сидишь и понимаешь, что ты находишься на каком-то седьмом небе, забывается обо всём. Я вот так, сижу с открытым ртом весь концерт. Невозможно передать. И 26 декабря будет рояль. Да. Скорее всего, да. Мы сначала думали о том, что может быть симфонический оркестр. А она хотела сначала оркестр, значит, русских народных инструментов. Я говорю, не надо, Елена Васильевна. Давайте сделаем солидно, посолиднее всё. Я не имею в виду, что этот оркестр плохой. Конечно, звучательный оркестр. Но просто мне хочется в сторону всё-таки европейскую вот как-то это всё сделать. Потому что они же всё равно у нас будут звучать немножко по-другому, чем 200 лет тому назад. Ну, конечно. Вот и давайте всё-таки, если вы не хотите симфонически, давайте всё-таки сделаем под рояль. А с другой стороны, мы не знаем, как они звучали 200 лет назад. Конечно. Может быть, именно так вот и было. Зал, рояль, может быть, так оно и было. Так-так и было. Конечно, был только рояль. Тогда не пели романсы. Тогда же романсы исполнялись в салонах, в богатых домах просто. Специально назначались такие вечера и только под рояль. Ну, хорошо. А вот скажи, ты это всё делаешь всё-таки, если можно? Конечная цель выйти на оперную сцену? Нет, конечно, Динули. Я просто хочу попробовать, могу ли я это в принципе. А если можешь? А если смогу? Да. Вот тогда что? Я не знаю. Я побоюсь. У нас столько есть прекрасных вокалисток, с которыми я... У нас же есть камерные оперные театры. Это же... Там тоже много внутри. Если получит Динули, и я буду уверена сама в себе, не то, что со стороны буду слышать, а то, что я сама решу, что это может существовать, конечно, я буду этим заниматься. Параллельно. То есть 26 декабря это опять веха. Это очередная веха, очередной такой сумасшедший экзамен, сумасшедший проект, в хорошем смысле, со знаком плюс сумасшедший, конечно. Конечно. Вот. И я надеюсь, что это будет для нас с ней только начало. Вот так, да? Угу. Но это же не означает, что твои почитатели могут потерять тебя. Никогда. Да? Динуля, я очень дорожу своими поклонниками, очень дорожу своими зрительными залами, которые, к счастью, по сей день заполняются. Потому что я очень люблю их удивлять. Я даже хотела такую мысль развить, что я когда-то, ну, когда ещё была совсем молоденькой девочкой, мне казалось, почему-то я думала, что только этим я смогу сразить зрительный зал. Вот если голосить буду. Мне пришлось пережить очень многое, пройти школу, а главное, личную, такой вот, набраться опыта, житейской мудрости для того, чтобы понять, что не это главное. Ты знаешь, о какой громкости можно говорить, когда я сейчас вспомнила одно твое выступление, конечно, сразу вспоминается очень многое. Одно твое выступление было это на сцене Кремлёвского дворца. Ты пела романс. И был Василий Луновой. Ты помнишь? Угу. Какой был гениальный романс. Вообще, что это? Это Игорь Корнилевич. Слушай, ну это вообще... Это композитор из Киева, который написал такие известные когда-то песни про... Я пела тогда иногда, позволяла себе петь социальные песни. Называлась «Жёлтый дьявол» про золото. Угу. Потом он написал мне замечательную песню «Варите, потерянных сердец». Угу. Да, 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 да. Ну это сценка. Это целая сценка. И вот этот романс, который я когда услышала, я была потрясена. Я была тоже потрясена. И мы его, значит, сделали. И я помню слова Лунового, которые меня просто потрясли. Он такое слово сказал. Русский язык, он красивый, чем богатый. И он сказал, какой у вас красивый летучий голос. Летучий. Да. Не летящий, как у нас говорят вокалисты, а летучий. Ну это правда, было совершенно гениально исполнено и негромко. Я вот к чему. Я вообще сейчас... Та же телефонная книжка. Нет, я вообще сейчас стараюсь вообще не голосить. Угу. Вот только там, где идет кульминация какая-то, и надо много драматизма, и то не довожу это до истерики. Угу. Я это все прошла. Уже не нужно это. Ну пусть сейчас есть кому голосить. А даже не в этом дело, Дин. Да не дойдет это до зрителей. Понимаешь? Нет, нет, нет. Поэтому надо разговаривать с ним языком музыки, включая сердце, еще и душу. Ну именно так, именно так все и происходит на концертах Ларисы Долиной. Ларочка, огромное тебе спасибо. Я просто еще раз, еще раз от встречи с тобой получила несказанное удовольствие. И я уверена, что наши слушатели тоже. И, конечно же, я уверена, что вот вот этот твой проект с Еленой Васильевной Образцовой и вообще обращение классики это еще не финал. Я смотрю на тебя и вижу, что еще будут придумки и их воплощение. Вот что. И это, пожалуй, и есть Лариса Долина. Ну, скорее всего, да. Я накопила просто очень большой багаж. Ты знаешь, один очень значимый человек в жизни каждого из нас, старший Михалков, когда-то сказал, а мне передал об этом Никита, что если Бог одарил тебя талантом, ты обязан им делиться. Я не знала. Он мне это выражение озвучил несколько лет назад. Но я подспудно знала, что так и должно быть. И я всю жизнь так и делала. Потому что в конечном счете мы для себя что мы для себя берем? Мы берем только любовь или ненависть от зрительного зала или неприятие. Но мы обязаны им отдавать то, чем мы научились. Да, конечно. Не только талант свой, но еще и наши отношения к ним. Что мы их любим, что мы ими дорожим. И в каждую песню, если ты не вложишь свою частичку отношения к этой песне, ее не поймут, и она покажется просто людям пением нот. Просто пением нот. Вот. Поэтому как-то вот так я шла всегда этим путем. И я всегда всегда пою, как в последний раз. Понимаешь? И вопрос заключения нашей встречи, который я задаю практически всем мастерам. Правда, конечно, он более правомерен, когда вот напротив меня сидит мужчина. Но все-таки у тебя хватит фантазии и всего, чтобы его, может быть, немножко повернуть. Вот как ты считаешь, обязательно ли мастеру Маргарита? Обязательно. Обязательно. Почему? Он же сам мастер. Ну и что? Он человек. Еще ко всему прочему. Ему, как обычному человеку, нужна любовь, нужна сердечность, нужна теплота, поддержка, глаза любимый, любимая женщина или любимого мужчины, плечо, который он подставляет или она подставляет. Вот то, что есть у меня, к счастью, сегодня. Да, это действительно счастье. Конечно, нужно. И в конце концов, это муза. Илья, все, что вот за последние вот 10 лет произошло в качестве творчества, в плане творчества, это его заслуга. Он придумал вернуться мне к джазу, он придумывает все мои программы, он режиссирует все мои программы, кроме того, что он продюсирует все мои программы. Он очень много занимается, и он дал мне возможность много из себя перекинуть на его могучие мужские плечи, хотя не всегда ему просто физически, он не успевает, но при этом он успевает ездить на хоккей, на рыбалку, на охоту. Оставаться мужчиной? Обязательно, конечно, обязательно. Вот, и обязательно этот вопрос, на этот вопрос отвечают да. Обязательно. Вот это и был последний вопрос, заключительный вопрос нашей сегодняшней встречи с народной артисткой России Ларисой Дульной. Редактор субтитров А.Семкин